Фейк или не фейк? Вот в чем вопрос. Как часто за последнее время вы, просматривая ленту в социальных сетях, в новостных агентствах задавались этим вопросом? В современных реалиях информационные войны — одно из главных оружий, которое порой может нанести не меньше урон, чем оружие традиционное. Информация и, главное, ее подача может как остановить спор в виртуальном пространстве, так и начать полномасштабную войну уже в пространстве реальном. С вами Фариз Мусаев, вы смотрите программу «Имитация правды». В этой программе мы пытаемся найти истину и разоблачить фейки. Решать, где правда, а где ложь, будете вы сами. Сегодня в выпуске вы узнаете, почему армянскую сборную сравнили с унитазом, почему Александр Македонский, крал персики у армянских крестьян и почему вся книга армянских изобретений — это один большой фейк. Прошлая неделя выдалась насыщенной на спортивные события. Формула-1, чемпионат Европы по мини-футболу, чемпионат по греко-римской борьбе и так далее. Не обошлось, естественно, и без скандалов. На матче Лиги нации по футболу команда из Армении была разгромлена сборной Украины со счетом 3-0. После игры состоялась пресс-конференция, на которой украинская журналистка попыталась задать вопрос, однако пресс-секретарь армянской команды в грубой форме отказался переводить вопрос к тренеру. Коллеги украинского репортера сайт «Спортарена» не смогли обойти этот случай стороной, в связи с чем у себя в социальных сетях разместили занимательную публикацию. Вы все правильно поняли. Это красный унитаз с логотипом Армянской Федерации по футболу и надпись, которая переводится «Сборная Армении» на одной фотографии. Я часто вижу комментарии от наших пользователей на YouTube и Facebook на эту тему. Дело в том, что армяне после поражения во Второй Карабахской войне, понимая, что им придется освободить исконно азербайджанские земли, забирали и вводили не только свои вещи, но даже белых коней. При этом попутно сжигая дома и деревья, что и подчеркнули ребята из команды «Спортарены». Я уверен, что эта тема армян будет преследовать еще очень долго. Новость про армянскую сборную является не фейком. Пока мы не перешли дальше, напоминаю вам, что в телеграм-группе телеканала CBC мы делимся новостями, не вошедшими в наш телеэфир и другие социальные сети. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду, указанными на экране. А мы идем дальше. А вы слышали о том, что персики тоже придумали армяне? Точнее, они первые их начали выращивать. Когда я искал объяснение, наткнулся на очень веселую формулировку. Цитирую. Армянский крестянин вырастил абрикос, латинское название прунус армениака, армянское яблоко, но коварный великий Александр Македонский украл у него абрикосы из овесов в Европу. Доказательств того, что они хотя бы близко могли бы быть армянскими, нету. При этом есть свидетельство обратного. Первое. Начнем с элементарного. Название персики взято не от каких-то прунусов армянских, а от слова персикум малум, которое придумали в Древнем Риме, что с латинско переводится как персидское яблоко. Что, по-вашему, ближе к общепринятому названию? Персикум или прунус? Думаю, ответ очевиден. Второе. Как и абрикос, персик тоже выходит из Китая и его южных и центральных районов. В первом веке нашей эры, во время великого переселения народов, он попал в Персию и оттуда в Грецию и Италию, а затем распространился по всей Южной Европе. Есть также очень интересная легенда, что персики содержали яд, и цари Персии из месси к египтянам посадили в Египте множество этих фруктовых деревьев, дабы отравить все население. Однако плодородная почва якобы освободила персики от ядовитых свойств. Третье. Если армяне придумали персики, почему они не входят даже в топ-20 стран, которые его производят? Для наглядности показываю вам таблицу топ-20 производителей персиков, включая нектарины. Статистика в тысячах тонн. Как видите, Китай на первом месте, далее идут Италия, Греция, Испания, Турция и так далее. Но Армении и близко нет. Как бы македонский не поступал с крестьянами того времени, персики он у них точно не воровал. Новость о том, что персики являются армянскими, это фейк. Есть очень интересная книга, где записаны все изобретения армян, которая называется «Что придумали армяне». Прочитав ее, я узнал, что, оказывается, они еще придумали соломинку для коктейлей, керосиновую лампу, банкомат, ингалятор, атомную бомбу и даже подводную лодку. Прошу вас, напишите в комментариях, какие интересные изобретения придумали ученые со всего мира. С фактами, разумеется. Мне кажется, что на каждое такое сообщение появится один армянин, который напишет это ложь и изобретение принадлежит его соседу Арзумяну, который в порыве мозговой активности опередил настоящего автора. По-другому этого объяснить я не могу. Но давайте по фактам. Подводная лодка. Впервые действующий образец подводной лодки был создан в 1620 году для короля Англии Якова I, голландским инженером Корнелиусом Дреббелем, которая была построена в Лондоне и успешно в Темзе. Минус один фейк. Атомная бомба была придумана Джулиусом Робертом Оппенгеймером, американским физиком-теоретиком, профессором физики Калифорнийского университета в Беркли, членом Национальной академии наук США, начиная с 1941 года. В годы Второй мировой войны он разрабатывал первые образцы ядерного оружия. Из-за этого Оппенгеймера часто называют отцом атомной бомбы. Атомная бомба же была впервые испытана в Нью-Мексико в июле 1945 года. Еще один фейк. Банкомат. По словам армян, его создал некий Лютер Джордж Симджан. Армяно-американский ученый, который запатентовал много изобретений, где также сказано, что он родился в 1905 году в Армении, а потом эмигрировал в другие страны. Но даже тут есть нестыковка, так как на самом деле он родился в Турции, городе Газиантеп. А сам банкомат был создан другим человеком. Первый ITM автомата Тейлор Мэшин, способный выдавать клиенту наличные, установили 27 июня 1967 года в Лондоне в отделении банка Барклейс. Изобрел его шотландец Джон Шепард Баррен. К идее изобретения банкомата Шепард Баррена подтолкнул увиденный им автомат, продававший шоколад. Поскольку нельзя было проверить количество денег на счету у клиента, сумма доступных для снятия наличных была ограничена всего 10 фунтами. ITM не умел работать с карточками, поэтому применялся специальный ваучер, который клиент должен был получить в банке заранее. Лютер в свое время пытался создать что-то подобное, но смог сделать только нерабочий прототип. Поэтому еще один фейк мы разоблачили. Я мог бы продолжать еще долго, но давайте оставим пару фейков для следующего нашего выпуска. Оставляйте комментарии, как позитивные, так и негативные. Также кидайте ссылки на различные фейки, с которыми вы сталкивались. Я же постараюсь высушить каждое мнение. Также напоминаю про нашу телеграм-группу, где мы делимся видеофрагментами и новостями, которые не входят в другие социальные онлайн-платформы. Обязательно подписывайтесь и будьте с нами на связи. А с вами был Фариз Мусаев и программа «Имитация правды». Знаете, насколько бы хорошо нас не пытались обмануть, истина все равно где-то рядом, и ее можно найти. Всем до новых встреч!